ММА Бетс Мы здесь, да, все-таки нашли время, вот у меня сейчас, например, уже очень поздно, но что не сделать ради наших дорогих, уважаемых подписчиков, да, которые проявляют активность, поэтому, да, с удовольствием соберемся, ну, в таком, знаешь, в полуразговорном, не в полу, а в полностью разговорном, полустримерском таком формате, как вы можете видеть здесь по антуражу, поговорим про очень интересный боксерский поединочек, ну, собственно, как всегда вы знаете, меня зовут Роман. Со мной Арсений, Сень, привет! Да, всем привет, друзья! Бой отличный, бой интересный, самое главное, это то, что в бойцовском клубе уже выложен UFC, был выложен Contender Series, который зашел, извините, шикарным образом. Вот, ну, а здесь будет, что вы бы думали? Бой, который претендует на статус боя, ну, может быть, не всего, в принципе, бокса, но можно уверенно сказать, что это бой для бокса очень громкий. Громче, наверное, сложно представить, потому что, ну, да, они, конечно, не супер большие звезды по миру, да, но если мы посмотрим на качественно этих бойцов, ну, блин, лучше не найти. Самый интересный момент это то, что большинство людей опираются на возраст, да, то есть они смотрят, биво моложе, биво вроде бы быстрее, биво вроде бы на ходу, да, то есть там около, сколько, 39 лет, по-моему, нашему слону. Слону. Биттер Биво. 39 лет, 8 месяцев и 3 недель. Биттер Биво, знаешь, ты помнишь? Это, собственно, будет после этого боя родиться новый боец. Произойдет спаривание, да. Вот, ну, что сказать, здесь есть два представителя советских школ бокса, да, один тренировался. Это у легендарного Исаева, да, который дал ему супер большой задел, супер большую базу, да, что именно школу бокса, то есть, как бы его там не переучивал Машьянов, как бы его там, значит, другие тренера не переделывали, база, она есть база, да, то есть у него уже на подкорке, на таких вот... Короче, вшито у него в головной мозг уже работа определенным образом, да, ноги определенным образом, Камара Усман, да, говорил. Вот, ну и видим мы постоянное передвижение, шикарное, значит, смещение, большое количество выброшенных ударов, да, темп высокий, неплохо, хороший кардио, удары все острые, с двумя-тремя различными вариантами развития, да, то есть он много работает передней рукой, он насваивает атаки, да, он обманывает, он накрывает, он работает в подхват атаки, он работает с контр-атакой. Но работа вся суперосторожная, да, и, как бы, ну, смотреть, ну, порой очень тяжело, да, то есть люди в нашем пространстве советском, они, как бы, бокс, я уверен, смотрят крайне редко. Вот, потому что, ну, я смотрю бокс, но порой даже мне больно смотреть Байбиллу. Так, смотри, ты намекаешь, что они смотрят из-за Бивола крайне редко? Ну, они смотрят, в принципе, крайне редко, а когда они открывают Байбиллу, я не думаю, что они досматривают до конца, да, потому что, ну, мы открываем, мы вообще редко такое видим, в принципе, да, то есть 23 победы, а сколько нокаутов? А? А нокаутов 12, да, и, как бы, нельзя сказать, что не было бойцов, которых можно нокаутировать, то есть здесь был Исаак Челемба, да, Сальван Барреро, он его нокаутировал в 12-м раунде, то есть он прям его замучил буквально, да. Был человек Евгений Мохитенко, да. Ну, был. Был, значит, Джан Паскаль, ну, как бы, ладно, он духовитый, да, там, плотненький бой был, ладно, окей, Джо Смит, ну, тоже, ладно, плотный бой, тоже, вроде, как бы, духовитый боец, ладно, окей. Что насчет Калиста Риверы, что насчет Крига Ричарса, что насчет Умара Саламова, как вам бой с Линдоном Артуром, а что мы сделаем теперь с Малеком Зенадом, ну, то есть Малек Зенад, боец, где вообще бокс не существует, как, в принципе, предмет, да, из страны, где бокс особо, ну, вообще, ну, нет его, да. И, ну, как бы, да, хороший рекорд, но если мы, как бы, чуть копнем, посмотрим он бои, мы, а, я не был разбор на этот поединок, но была ставка на этот поединок в платной группе нашей, да, это Go to the Moon, всех приглашаю туда. Там была ставка на досрочку от Бивуа в первый, то ли, то ли ТМК 7 раундов, то ли с первого по шестую раунд, по-моему, ТМК 7 раундов была. И вот Бивул, он его потряс в первом раунде и еще пять раундов ковырял. Понимаете, он ковырял бы. И вот он так делает с каждым бойцом, с кем дерется, но ковыряет, 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 да. И на самом деле, да, если мы посмотрим, то нельзя сказать, что он все бои забирает в сухую. Ну, то есть, если мы немножко прям углубимся, как мы вот маленько-зинадо углубляемся, мы понимаем, что да, вот Бивул во все победы решением, но здесь будет нокаут. Да, и мы убрали там, значит, Эмочку, а залетел. Здесь смотрим, были бойцы, которых можно нокаутировать, он некоторых даже сажал на задницу, да, ну, не добил, да, то есть мы говорим про то, что у него есть некая ударная мощь, он некий объем урона, да, с уроном создает, но этого не хватает, чтобы даже мешков удосорачивать. Второй момент, да. Можно ли сказать, что у него прекрасное кардио? Кардио отличное, но оно не бесконечное, ему надо брать периодически перерывы, он делает большие разрывы между атаками, и это, в принципе, ну, я сам любитель в этом стиле поработать, я понимаю, то есть, как это, ну, как это работает. То есть, ты все равно, так или иначе, должен немножко передышку брать. У него они-то есть, то есть, мы видим, что вроде бы Хильберто Рамирес, ну, прям совсем был разбит, а если бой смотрим, ну, там 3-4 раунда были достаточно близкие, а если прям, если ты мексиканец смотришь этот бой, то можно сказать, что и 5 раунд были близкие, да. В бою с Саулем Альваресом мы уже увидели, что все более-менее близкие раунды отдавали Альваресу, и получился счет 115-13. Вы меня извините, да, то есть, я все понимаю, да, там, Биво выиграл без шансов, там, Саулю всегда подслуживают, это все понятно. Но Биво мог сделать больше? Мог, конечно. Ладно, допустим, а Крегу Ричардсу будут подслуживать в таком бою? Нет. А вы бой смотрели с Крегом Ричардсом? Я, кстати, мы делали на это акцент, когда разбирали, по-моему, поединок с Саулем Альваресом, что Сауль выбрал Биво только потому, что было два боя с Крегом Ричардсом и Суламом, блядь, с Умаром Суламом. Вот он эти бои увидел и такой, о, Биво нам подходит. Почему? Потому что Биво там не бил дальней рукой вообще. Он там, ну, в подхват атаке у него было несколько моментов с Крегом Ричардсом, да, но Крег Ричардс, его вот там, сейчас в ночь клетки, по-моему, вышла, значит, тема, посмотрите, как он сконтрил, блядь, вы лучше весь бой посмотрите, это просто трэш. Там Крег Ричардс накрывал атаки Биво, хотя считается, что у Биво крутые, типа, ну, там, топ атаки передней рукой, да, я согласен абсолютно. Моменты с Жаном Паскалем. Жан Паскаль и Джо Смит, они технически намного хуже Бетербеева, но они делают похожие фишки. Они работают примерно в таком же давящем стиле, и у них получались некоторые моменты. Жану Паскалю он отдал примерно 2-3 раунда. Джо Смиту он отдал примерно тоже 1-2 раунда. Но это бойцы совсем низкого уровня для такого, для такой верхушки. Если мы говорим про Джо Смит и Жану Паскаль, то в 2018-19 году они уже не рассчитывали, они уже не смотрелись как серьезная угроза вообще, в принципе. Но тем не менее, да, тем не менее, вот если мы... Просто это было давно, а я вот помню интервью этого Биво, где он говорил, что господин Джо Смит меня потряс с такой силой, что у меня звездочки полетели над головой. Джо Смит. Ну да, он серьезно бьет, но если вы посмотрите, например, бой с Бивовом, у Джо Смита там такая раскоординация, там чел просто ноги в одну сторону, руки в другую сторону. Ну и мы видели, что с такими бойцами делает Атру Битробиев. Он подходит, ебашит, и все, отдыхать. Вот. То есть, и вот, кстати, момент. Вот у Битробиева у него есть такая тема, да, то есть он делает джеб, делает сдвиг под джеб. То есть ты как бы не замечаешь этот сдвиг, потому что джеб происходит. То есть он делает джеб, он подходит на ногах под этот момент и ебашит сверху накрывает, да, у Майдана такая тема была. Очень удобная техника. У Джо Смит есть такая тема тоже. И эта тема проходила с, значит, нашим Дмитрием Бивовым. Вот. Все говорят, что он быстрее. Я как бы, ну, в целом я согласен, наверное, что он в целом быстрее, но у Битробиева у него очень короткие удары. Его физика, особенность его тренировок, он тренирует очень много суставов, ну, такие, знаешь, статическую такую силу, физику такую, мелких мышц, да. И вот это дает ему бить и создавать вот эту вот такую вот жесточайшую мощь именно из удара без замаха. То есть кажется, как будто чел, ну, просто тыкает, а там сила такая, что можно просто умереть, да. И мы видели, как он смял Калума Смита, мы видели, как он смял Энтони Ярда. Да, по нему попадали. Да, он даже, даже были моменты, когда падал этот Битробиев. Мы видели такое. Но представьте себе, есть боец, который ни один поединок не выиграл решением. При этом он все поединки выиграл. Представляете, 20 побед, 20 нокаутов. Ёбаный, рот этого казино. Да, это просто, ну, это феноменально. То есть там даже, ну, у суперкрутых легенд у них не было такой статистики. Что еще интересно, да, что Дмитрий Биво, это действительно крутой боец. Действительно быстрый, действительно технически одаренный, но кто мог его реально зажать? Хильбертовый Рамирес, значит, Зинат, Артур, Саламов, Крик Ричардс, это все длинные. Это все шланги. Сауль Альварс, вот я вас спрашиваю, он нокаутер? Ну, в целом, да. Но не в этом весе, да. То есть он нокаутер был, когда он дрался вот в весе пониже. Когда он перешел в вес повыше, он там никого не нокаутирует. Ладно, он не нокаутировал Головкин, но он не нокаутировал Райдера, он не нокаутировал Чарла, он не нокаутировал Мунгию. Мунгию пробитый, кстати. Его потрясал тот же Деревянка. Деревянка вообще не панчер. Берлангу, блядь, он Берлангу не нокаутировал, ну ладно, да. Билли Джо Сандерсон, он сломал ему орбитальную кость, но это был последний бой Билли Джо Сандерсон. То есть на это надо делать как бы рецепт. А в Нерендровым, ну как бы ладно. Ну победили, окей, да, дальше. Ну как бы того же Коума Смита он не нокаутировал, да, хотя это ну как бы вы понимаете о чем я говорю, да. То есть Сауэль Варс относительно нокаутер, при этом у Сауэль Варса у него очень ограниченный бензобак, очень, да. То есть они как бы, ну они не рассчитывали, что все-таки может Биволу его напрячь именно со стороны, со стороны кардио, со стороны дальней руки, потому что они его оценили, как будто он не может этого. Но Биволу может. Дело в другом. Дело в том, что Биттербиев, то есть он умеет подхватывать атаку. То есть вот когда Биволу развивает атаку, да, он бьет джеб, кук, джеб, 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 панч. Потом он начинает подходить в среднюю и начинает набрасывать удары. Вот кто его мог поймать? Никто из этих людей. А Биттербиев подхватывает атаки. Их делают очень опасно. Он бьет навстречу, да. Он не боится пропустить. Вот это вот момент с Биволом очень опасен. Потому что с одной стороны Бивол очень выносливый человек, да. Может много двигаться, может много финтить, может создавать большой объем. Но когда на тебя постоянно давят, когда тебе не дают отдыхать, когда тебя обрезают углы, когда ты не можешь работать в своем темпе, там происходят совершенно другие метаморфозы с кардио, да. И если джеб не работает, да, если он не будет работать, то он совершенно по-другому задышан. Он совершенно по-другому будет пропускать удары. То есть это будет совершенно другой. Дмитрий Биволу ему придется драться. То есть, да, а с кем он дрался-то? Мы не видели, да. То есть он на средней станции достаточно посредственный боец. На дальний, на средний, да. На средний и ближний, ну нет, посредственный. Ну и вот получается, чтобы очень близкий, да, очень такой интересный, с вариантами, да, Биволу как бы помоложе, да, ему там 33 года, да. Но есть еще один фактор, да. Это Епатерин Биволу, да, легендарная. Вот, ну и как мы можем говорить, что, например, это не повлияет на Биволу, но она просто везде, да, она просто повсюду. И так или иначе, там, они все равно связываются. Либо через адвоката, либо через каких-то менеджеров, либо он где-то, ну, все равно это как бы на него в любом случае влияет. Это тоже немаловажный, на самом деле, фактор. Вот. Короче, мне кажется, что бой будет протекать именно в ключе обоюдно острого такого воздействия друг на друга. И он, в принципе, очень, ну, бой статистически похож на то, что может закончиться досрочно, да, потому что оба будут пытаться, значит, сделать свое и пытаться, значит, у друга... Один будет пытаться убегать, другой будет пытаться давить, оба будут рисковать, да. И в таких моментах может произойти досрочка. Поэтому я бы тут, ну, на ТБшку особо больших надежд не питал. Ну, а именно по победителю мне больше именно технически нравится Бетербеев, мне по кэфу больше нравится Бетербеев. Ну, и победы я бы желал Бетербееву, потому что у человека 20 побед... 20 нокаутов. Вот. Такое мы смотрим. А таких красав мы очень любим. Особенно в боксе, кстати, знаешь, потому что вот мы же смотрели некоторые бои Бетербеева на стримах. Мы смотрели... Я точно, кстати, помню, мы смотрели с этим и... Блядь, сейчас, подожди. А, да, Бивола. Мы смотрели с Линдоном Артуром бой, я точно помню. И когда Бивол его уронил в нокдаун, мы такие, ну, хорошо, типа, сейчас... Сейчас все будет. Сейчас все. А все не случилось. Вообще не случилось. Типа, не в следующем. Мы такие, знаешь, типа, сейчас в следующем раунде это работает. А он вообще выключается, помнишь, да? Он просто выключается. Он такой, а, уронил в нокдаун. Ну все, до решения доводим. Я выиграл. Ну вот ему надо передышки делать. Мне кажется, это вот как-то по-другому объяснить. Просто не хочу досрочно. Такое я не буду верить. У него такая же тема была с Джаном Паскалем. Он там... Ну, он был далек, конечно, от досрочки, но он мог попробовать позабивать. Он такой, нет, я отдыхаю. Я отдыхаю до решения судей. Ну, кстати, знаешь... Не будите меня. По поводу ты Екатерины Бивол, но по идее-то они же, наверное, не только через адвокатов общаются. Раз она выкладывала видос, когда он приходил там к детям, да? И там Бивол был очень эмоционален. Это еще мягко говоря. Там его прям разозлило вообще капитально там. Поэтому действительно некая эмоциональная расшатанность здесь наверняка имеет место быть. Наверняка такое, знаешь, типа... Так просто из головы не выбросишь. Не сын его. Дмитрий такой, такой мы ебем. Блядь, это... Звучит не очень, конечно. Ну ладно. Лучше бы сосредоточился на том, чтобы людей досрочить, а не вот этого. Вот, короче. Ну, а так в целом, я могу выразить, так сказать, мнение обычного зрителя бокса, да? Потому что я посмотрел... Бои Бивола мы на стриме смотрели. Я посмотрел, чтобы подготовиться как-то к этому ролику. Ты думаешь, мне понравилось то, что я посмотрел? Вот. И бои Бетербеева посмотрел. Ну, совершенно очевидно, что в моем понимании Бетербеев работает более остро, более жестко. Бивол же... Ну, он больше многоударными, да, комбинациями. Он много, реально. Когда подходит, да, он прям много, он прям наслаивает. Да, визуально выглядит, что удары совершенно не тяжелые. Но, учитывая, что он не досрочит людей, ну, наверное, действительно, многие из них не тяжелые, да? Вот. Поэтому в таком случае, конечно, хочется поболеть за боксера, который более зрелищный, который более острый, бои которого намного более интереснее и приятнее смотреть. Ну, и стоит заметить, что здесь есть движение кэфов, да, определенное, потому что мы же все-таки видели, что изначально они были, ну, практически равные. И я еще несколько недель назад начал замечать, все больше и больше и больше и больше выкладывали ставка на Бивола, ставка на Бивола, ставка на Бивола. И вот сейчас мы что видим в бою? 1,6, да? Ну, там в районе 1,6, 1,7 на Бивола. То есть, ну, из равных вот уже капитально прогрузили одного из бойцов. И это именно не, скажем так, там не букмекерская, да, корректировка кэфа. Это именно вот прям абсолютно классический прогруз. То есть, мы видим, что очень много денег здесь проставлено на Бивола. Это совершенно очевидно. Вот. Поэтому и в том числе, исходя из этого, в том числе, исходя из наших личных симпатий, да, в том числе, исходя из анализа боя сенатора, а этому я доверяю больше всего на свете в боксе, если что. То, что вы понимали. Вот. Мы, как и всегда, как и в каждом ролике, да, мы выбираем какую-то определенную ставочку. И вот сейчас ставочка на ваших экранах появится. Мы выбрали, конечно же, Артура Битербилова по одной из зарубежных контор. Ну, кстати, про Pinnacle можно уже говорить, что это в Pinnacle, потому что все равно они там регистрацию для россиян закрыли. И уже очевидно, что мы не рекламируем эту контору, вы там не зарегаетесь просто. Вот. Поэтому, да, ставка по BK Pinnacle, у меня там аккаунт древний. Мы выбрали Битербилова под полтора процента от банка, который мы выделили для ставок на видосах, да. вот, естественно, мы не рекомендуем, да, не призываем. Думайте своей головой. Вот это я всегда призываю делать. Ну, а мы с кайфом посмотрим этот бой. Я надеюсь, что с кайфом станут. Вот. Это будет в субботу вечером, если что, потому что бои в Саудовской Аравии. В субботу вечером. Ну, там вообще, по идее, этот бой уже ночью будет. Ну, мы, скорее всего, посмотрим весь карт, потому что там боев очень много. В субботу вечером на нашем стримерском канале Агрессив Лайв. Ссылочка в описании. Приходите вместе посмотрим, потопим по лайвим, в том числе. Мы там будем смотреть бокс. Мы там будем смотреть Бернакл, в том числе, кулачку. Она тоже вечером в субботу начнется там в Испании турнирчик такой, довольно вменяемый, кстати, с тремя чемпионскими боями. И посмотрим UFC. Это все вот будет, ну, плюс-минус там перетекать из одного-другого. Все можно будет посмотреть, полавить и провести хорошо время с хорошим настроением на нашем канале. На бусте ставка недели уже на месте. Если кого это интересует, да, напоминаю, прошлая ставочка залетела хорошо, уверенно, со свистом. Вот. Поэтому welcome. Ну, и, конечно, каждую неделю и на бусте, и в ВК, и в Телеграме, в нашем бойцовском клубе разборы всех интересных ивентов, полные разборы. UFC, ACA, Bellator, PFL, Contender Series, все, что самое такое классное. Я там разбираю в формате подкаста, как вы и привыкли. Ну, и, собственно, здесь мы будем закругляться. Ролик получился довольно короткий. Вот сейчас 23-я минута начинается, я вижу. Блин. Поэтому, ну, не зря же мы ночью собрались, ну, посидели маленько. Вот. Хотите еще с нами посидеть, приходите на стримы, ну, посидим. Вот. Так что... Я, кстати, клянусь, я хотел короткий ролик и просто про это забыл. Мамень. Да. Такое бывает. Вот. Вы обязательно пишите в комментариях, что вы думаете, проявите активность, да, потому что на бокс мы не так часто записываем, правильно же? Мы увидели вашу активность, мы решили записать, поэтому проявить активность в ответ, это было бы классно, что мы видели, что вам это нужно, что вам это интересно. Естественно, тогда у нас будет мотивация и в дальнейшем на бокс на интересные бои тоже записывать. Так что спасибо за внимание, друзья. Приходите на стримы. Да. Ну, забыл я про маленьких моментов, только потому, что в хорошей компании сидим. Соман, чем мы с вами. Приходите на Агрессив Лайв, всех вас ждем. Мы жестко лайвим, сочно куем. Пока.